Пытаясь защитить овощи от неблагоприятных погодных условий, а также выращивать чрезвычайно теплолюбивые овощи, человек изобрёл теплицу. Вместе с положительными качествами в теплице появилась масса проблем. Теплица для дачника – вещь необходимая. В ней можно выращивать томаты, огурцы, перцы, баклажаны, даже арбузы и дыни. Ведь далеко не всё в нашем климате вызревает в грунте. А в парнике растениям не страшны перемены погоды. Хотя есть здесь и свои минусы. В теплице бывает слишком жарко. Температура в теплице может достигать даже 60 градусов. В солнечную погоду в теплице тяжело даже южным растениям. В результате их иммунитет снижается, и они заболевают. Насекомые не любят сюда залетать, и от жары и стресса пыльца стерилизуется. В листьях вырабатывается слишком мало веществ, способствующих плодообразованию. Скажем, посадила я несколько акустиков баклажан, из каждых имею по две штучки плодов. Но разве это дело? Безусловно, такое никому не нужно. И если с болезнями ещё можно справиться при помощи химии, то на количестве завязи это никак не отразится. Значит, вам нужны стимуляторы плодообразования. Это экологически чистые препараты, содержащие гибереллины – природные вещества, повышающие урожайность. Бывают такие случаи, когда теплица может полностью оправдывать своё назначение. Используя стимуляторы плодообразования, вы получите богатый урожай своей теплицы на неделю раньше, чем обычно. Полезные вещества, входящие в состав препаратов, сделают ваши овощи вкуснее, ароматнее и выносливее, чем прежде. А храниться они будут гораздо дольше. Опрыскивание в теплице проводят дважды, когда появляются бутоны и во время цветения. Теперь этот секрет знаете и вы. И вы сможете обеспечить богатый урожай в теплице своими собственными руками. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok